ОАО «НПП «Старт» им. Яскина» – советское, российское научно-производственное предприятие, специализированное на создании военной техники, разработке и производству стартового оборудования для сухопутных войск авиации военно-морского флота. В рамках конверсии «Старт» осуществляет также разработку, модернизацию и изготовление оборудования для лесопромышленного комплекса и аэродромных топливозаправщиков. Входит в холдинг «Технодинамика» госкорпораций «Растех». История предприятия началась 5 декабря 1949 года, когда Совет Министров СССР принял постановление о создании специального конструкторского бюро по разработке и опытному производству наземной, ракетной техники для сухопутных войск и военно-морского флота. Так появилось СКБ-203. В 1954 году начальником и главным конструктором СКБ был назначен Александр Иванович Аскин, который сделал конструкторское бюро, не имевший своей территории и производственной базы крупным научно-техническим предприятием по созданию оборонной техники. Александр Иванович возглавлял предприятие 32 года под его руководством и при непосредственном участии разработаны, испытаны и переданы в серийное производство сотни образцов военной техники для всех родов войск. Среди них известная всему миру боевая машина реактивной системы залпового огня, град, стартовое наземное оборудование зенитных ракетных комплексов, круг, куб, оса, тур, бук, с 300, штиль, внутрифюзеляжные многопозиционные катапультные установки стратегической авиации и многие другие. С 1965 года СКБ-203 передается Министерству авиационной промышленности. В 1966 году предприятие переименовывается в Государственное конструкторское бюро компрессорного машиностроения. В 1984 году за большой вклад в обеспечение обороноспособности государства предприятие было награждено Орденом Трудового Красного Знамени. В 1994 году предприятие преобразовано в открытое акционерное общество. Научно-производственное предприятие «Старт». Долгое время генеральным директором предприятия был Мурат Шенгенадий Михайлович. С 2009 года предприятие входит в состав Госкорпорации Растех и Холдинга «Авиационное оборудование». С 2012 года возглавляет АО «НПП «Старт» генеральный директор Мурат Сафаргалевич из Гудина. В январе 2014 года АО «НПП «Старт» присвоено имя Александра Ивановича Яскина. За эти годы «Старт» стал ведущим предприятием по разработке и производству стартового оборудования для сухопутных войск, авиации военно-морского флота, пусковых установок реактивных систем залпового огня, пусковых установок ЗРК ПВО и ПРА, корабельных пусковых установок, авиационных пусковых и катапультных установок, комплексов наземного оборудования для обслуживания ракет и летательных аппаратов, транспортно-заряжающих, транспортных машин и другого транспортного оборудования, заправочного оборудования для ракетной техники. В 2014 году «НПП «Старт» завершила испытание новой модификации транспортной машины 5Т от 58 до 2ИСП-5, предназначенной для перевозки ракет-зенитно-ракетного комплекса с четырьмя стами. Проведенная модернизация позволила на 35% уменьшить расход топлива и на 25%. В конце 2014 года в рамках Гособран-заказа «НПП «Старт» поставила инновационную пусковую установку вертикального старта 390А-1 для зенитного ракетного комплекса «Штиль-1», который установлен на фрегат «Адмирал Эссен» стартовая установка 390А-1 позволяет разместить относительно большое количество зенитных ракет в малом объеме, в шесть раз увеличить скорострельность ЗРК, а также значительно сократить радиолокационную заметность фрегата при этом 390А-1 имеет малые габариты и массу, благодаря чему система может быть установлена на носу и в корме кораблей водоизмещением более полутора тысячи тонн. Всего «Старт» созданное передано в производство более 300 новых образцов вооружения. В годы конверсии «Старт» разработал около 100 образцов оборудования для медицины, металлургии, переработки пищевого сырья, продолжает модернизацию изготовления оборудования для лесопромышленного и нефтегазового комплексов изделий противопожарной защиты. В апреле 2014 года «НПП «Старт» поставил современные пожарные модули «Спас» для локализации возгораний в Свердловской области. Мобильная установка «Спас» разработана для добровольных пожарных дружин, чтобы бороться с пожарами в удаленных сельских поселениях, дачно-строительных кооперативах и садоводческих товариществах – экономические показатели. По итогам 2013 года прибыль «НПП «Старт»» возросла в 7,5 раз и составила 297,6 миллиона рублей. Совокупная выручка предприятия увеличилась в 1,5 раза, прибыль от продаж в 3,7 раза. Как следствие на треть выросли платежи предприятия в бюджеты вне бюджетной фонды, достигнув 373,7 миллиона рублей. Общий объем инвестиций в 2013 году составил порядка 108 миллионов рублей. В 2014 году по сравнению с 2013 года выручка предприятия от реализации продукции повысится в 1,6 раз и достигнет 3,5 миллиарда рублей, о чем свидетельствуют предварительные финансово-экономические итоги предприятия на конец 2014 года. В 2015 году объем уже заключенных контрактов позволит «НПП «Старт» выйти на 4 миллиарда рублей» выручки. Продукция. Военная продукция. Стартовое оборудование для сухопутных войск ПВО. Пропусковые установки реактивных систем залпового огня «Прима», «Град». Пусковые установки ЗРК ПВО и промногопозиционное и катапультное устройство. 9 Ампер 829 Кельвин-2. Стартовое оборудование для военно-морского флота, корабельные пусковые установки ЗРК «Кинжал-Огонь», корабельные пусковые установки ЗРК «Ураган», «Штиль» и «Штиль-1». Прочая военная продукция. Комплексов наземного оборудования для обслуживания ракет и летательных аппаратов, транспортно заряжающих, транспортных машин и другого транспортного оборудования, заправочного оборудования для ракетной техники комплекс «Уран». Гражданская продукция, гидравлический манипулятор МС-895, ленточная пилорама МС-890, ранцевый огнетушитель, пожарный модуль «Спас» предназначен для добровольной пожарной охраны в сельских поселениях, дачно-строительных кооперативах, садоводческих товариществах, участия в конкурсах, номинации. Наградой в 2014 году НПП «Старт» было признано лидером Свердловской области в сфере управления персоналом. Предприятие победило в номинации «Человеческий капитал конкурса достижения 2014», который проходил в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2014», а ведущий конструктор НПП «Старт» Вячеслав Иванов был удостоен премии имени Черепановых за разработки для боевых ракетных комплексов «Прима», «Штиль» и «Т». Продолжение следует...